Ленин Ленин День 1 мая был отмечен демонстрацией трудящихся и парадом молодой Красной Армии. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин в сопровождении Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничной Ульяновой присутствовал на военном параде на Ходынском поле. Во время митинга на бывшем заводе Михельсона в августе 1918 года было совершено злодейское покушение на жизнь Владимира Ильича. Все трудящиеся нашей Родины с волнением и надеждой ожидали выздоровления любимого вождя. Могучий организм Ленина выстоял в поединке со смертью. Наступили минуты, когда Ильич мог выйти на первую прогулку в Кремле. На прогулке Владимира Ильича сопровождал управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Враги молодой Советской Республики распространяли слухи, что жизнь Ленина находится в смертельной опасности. Миллионы советских людей не верили этому. Они хотели видеть Владимира Ильича. Сначала Ленин не хотел сниматься. Но зачем вам эта съемка? Меня и так много раз снимали, говорил Ленин. Но узнав, что его хотят видеть рабочие, он согласился. Ленин. 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 Людина. Ленин. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Владимира Ильича с Елизаровым связывали долгие годы дружбы и совместной революционной деятельности. Владимир Ильич приехал из Москвы, чтобы проводить в последний путь товарищей соратника и поддержать в горькие минуты сестру Анну Ильиничну. А через несколько дней, 18 марта, трудящиеся Советской России провожали в последний путь одного из самых близких боевых соратников Ленина, председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Якова Михайловича Свердлова. Всенародным трауром отметили трудящиеся эту тяжелую утрату. Владимир Ильич говорил, что мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. Вечная память товарищу Свердлову. На его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся. Владимир Ильич сказал, что до сих пор как о сказке говорили о том, что увидят дети наши. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети. Закончилась демонстрация. Владимир Ильич, как всегда окруженный народом, перед отъездом с Красной площади беседует с секретарем Московского Комитета партии Загорским. В Москве, в колонном зале Дома Союзов, состоялся первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Кинообъектив запечатлел Владимира Ильича, Надежду Константиновну Крупскую и наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского среди делегатов после заседания. Трудным для советского государства был 1919 год. Республика сражалась в огненном кольце фронтов. Партия звала трудящихся на защиту завоевания октября. 25 мая в Москве на Красной площади состоялся парад курсантов военных утилищ и рабочих полков, которые прошли единое военное обучение за 96 часов. Принимать парад прибыл глава советского правительства, председатель Совета труда и обороны Владимир Ильич Ленин. Вместе с Лениным на параде присутствовал народный комиссар Венгерской Советской Республики Тибор Самуэли. Ленин обошел войска и поднялся на площадку грузовой автомашины, которая заменяла трибуну. Обращаясь к будущим воинам, он сказал, сегодня мы празднуем день всеобщего военного обучения трудящихся. До сих пор военное дело было одним из орудий для эксплуатации пролетариата классом капиталистов и помещиков. А это самая прочная опора буржуазии падет, когда рабочие возьмут в свои руки винтовку, когда они начнут создавать свою огромную армию пролетариата, начнут воспитывать солдат, которые будут знать, за что они воюют, будут защищать рабочих и крестьян, фабрики и заводы, чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти. Закончив речь, Ленин представил комиссара Венгерской Советской Республики Тибора Самуэли, который передал участникам парада боевой привет трудящихся революционной Венгрии. Участники парада демонстрировали свою боевую готовность защищать Республику Советов от врагов рабочего класса. Советская Республика напрягала силы в борьбе с белой армией Деникина, рвавшейся к Москве. Защищать столицу уходили рабочие полки. Провожая их, Ленин выступил с речью с балконом Моссовета. В граммофонной записи сохранилось обращение Ленина к Красной Армии. Слушайте голос Ильича. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, с Северного Кавказа, желая восстановить власть горя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Наступила вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. На Красной площади столицы состоялись демонстрация трудящихся и военный парад. Своей он собственной рукой, Это есть наш последний и решительный. Владимир Ильич Ленин был среди народа, отмечающего свой великий праздник. Наступила вторая годовщина Великой Октябрьской. Железная поступь красноармейцев напоминала врагам революции, что сила молодой республики несокрушима, что справедливое дело трудящихся восторжествует. Чем увереннее была поступь молодой республики Советов, тем больше к ней возрастал интерес капиталистического мира. Вот в этом кабинете в Кремле, обстановка которого в неприкосновенности сохранена до сегодняшнего дня, Владимир Ильич принимал государственных и партийных деятелей. Делегатов с фабрики заводов, ученых, дивенских ходоков, гостей из РУ. В середине февраля Владимира Ильича посетил корреспондент одной из нью-йоркских газет «Линкольн Эйф». Вместе с ним приехал кинооператор Виктор Кьюбс, который и запечатлел эту встречу. Беседа проходила на английском языке в рабочем кабинете Ленина. Затем, следуя настоятельной просьбе оператора снять Владимира Ильича в домашней обстановке, беседа продолжалась в маленькой, просто обставленной квартире, которая находилась недалеко от кабинета Ленина. Здесь жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и младшая сестра Ильича Мария Ильиничная. Ильич, Надежда Константиновна В первомайский праздник 1920 года в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Владимир Ильич собственноручно положил первый кирпич в основание будущего памятника. В тот же день на бывшей Пречистинской набережной, ныне Кропоткинской, Ленин присутствовал при закладке памятника освобожденному труду. На этом месте прежде стоял памятник царю, говорил на митинге Владимир Ильич. А теперь мы совершаем здесь закладку памятника освобожденному труду. КОНЕЦ КОНЕЦ Трудящие со Красного Петрограда встречали дорогих гостей, посланцев мирового пролетариата, делегатов Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. Владимир Ильич Ленин приехал в Петроград на открытие Конгресса вместе с московской делегацией. Во дворце Урицкого на первом заседании Второго Конгресса Ленин выступил с докладом о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала. Идеи, выраженные в Ленинском докладе, дали направление деятельности Коммунистического Интернационала, способствовали сплочению сил пролетариев мира в борьбе за освобождение трудового человечества от рабства и угнетения. В день открытия Конгресса на площади перед Зимним Дворцом состоялся многотысячный митинг трудящихся Петрограда. На митинге выступил Владимир Ильич Ленин. Коммунистического Интернационала Конгресс продолжил свою работу в Москве. Ленин принимал участие в работе Конгресса и председательствовал на втором заседании. Ленин. 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 Через год в Москве состоялся Третий Конгресс Коминтерна. Заседания проходили в Большом Кремлевском дворце. Ленин пришел, когда заседание уже началось. Не желая мешать, Владимир Ильич присел на ступеньки возле трибуны и стал слушать ораторов. Ленин. 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 Готов в любую минуту выйти на трибуну, чтобы отстаивать свою точку зрения, опровергнуть ошибочные взгляды и убедить колеблющихся. На Третьем Конгрессе Ленин выступил с докладом о тактике РКПБ и произнес речи по итальянскому вопросу и в защиту тактики Коминтерна. В этот зимний день в Кремле Владимира Ильича посетил американский экономист Христенсен. Эти кадры были обнаружены недавно. Время оставило на пленке глубокие следы. Но это одна из последних киносъемок, запечатлевших Владимира Ильича. И этим она нам особенно дорога. Ленин. Каждая черта его живого облика. Драгоценна для современников и потомков. Образ его навсегда сохранится в сердцах людей, в памяти поколений. Таким мы его знали. Таким мы его помним. Таким он будет жить в веках. Драгоценна для современников и потомков. Драгоценна для современников и потомков. Одесса. Одесса. Продолжение следует...